так всем привет вы на канале один потолок голенец алексей команда один потолок потолочные новости поехали и так чтобы новости у нас сразу зашли давайте начнем с розыгрыш вы же все это любите розыгрыше призов айфонов 15 пэкаутов от мелоки и там куча всевозможного инструмента мелоковские паяльники там ножницы всякие так далее компания мои потолки виктор новосибирск соответственно они решили провести у себя такой розыгрыш там достаточно простое задание я вам не буду сейчас все пересказывать я просто внизу под этим роликом оставлю ссылочку на его видеоролик на его описание этого задания розыгрыш продлится до конца 24 года честно говоря призы крутые поэтому я думаю нам тоже стоит поучаствовать я думаю будет интересно а потом выиграем у него пока вот короче будем у себя его переразыгрывать всем удачи всех всем успехов обязательно поучаствуйте я думаю будет будет интересно полезно интересно полезно да итак давайте пару слов про мероприятия честно говоря мероприятие уже прошло но тем не менее но ежегодно и поэтому наверно вам будет интересно об этом знать в казане прошел к ф.д. казанский физ движ от компании кпд но соответственно банда кпд ников собрала организовал такое мероприятие организовывают они уже третий год подряд нас в этом году тоже пригласили было прикольно это такая вылазка на три дня в лес на берегу реки рыбалка лодки квадроциклы мотоциклы нормальный отдых палатках немножко выйти переключиться мы сгоняли в казани буквально выходные вернулись если у вас есть желание если вы там заедлый рыбак не принесли не дать быть заедлым рыбаком можно просто хотеть хорошо провести время подходите к любым ребятам из команды кпд говорите возьмите меня на на рыбалку с собой следующем году обменивайся контактами я думаю следующем году вас будет возможность туда попасть мероприятие неформальная нестандартная но интересно итак теперь все-таки перейдем к новинкам профилей и всевозможных комплектующих к натяжным потолкам значит поехали первая компания mg group ребята на форуме выставлялись с интересным продуктом они делают вот такую вот печать всевозможную 3d под разные световые линии у них продаются там несколько там около 10 видов наборов есть сразу световые линии готовые конструкции ты можешь приобрести один из таких вот самый большой набор нам прислали на тест соответственно как это выглядит уже запиленные по точным размерам световые линии да там пусть будет тридцатка либо полтинник ты просто собираешь вот эти вот пазы и собираешься допустим бац и угол 90 градусов все достаточно крепко держится ничего не дергается дополнительно понятно надо все еще про прошурупить или тоже самое что касаемо плюс образных элементов в любом случае мы пользуемся у себя аргонной сваркой да то есть нам это удобнее нам это проще поскольку есть аргонный цех какой-то плюс делать самостоятельно достаточно долго муторно и не хочется этим заниматься купил вот такой вот элемент да он не стоит каких-то сфер больших денег собрал и очень удобно но и также конечно посмотрите готовые конструкции вот плюсом мне очень понравилось что они предусмотрели здесь вот такие вот углубления по центру до везде в углах для того чтобы можно было удобно провести ленту единственное за что можно немножко подхейтить этот продукт но это прям совсем чуть-чуть это прямо надо копаться то что именно в этих углах лента будет греться чуть больше поскольку будет хуже охлаждение в том что те охлаждение раз идет за счет алюминия за счет пластика вот но это прям вот тут прям вот на тоненького прям вот все нормально короче перемещаемся дальше компания седьмое небо компания седьмое небо на форуме показала вот такие два интересных продукта мы сняли по ним шурсы youtube и нам просто порвали там комментарии контакт где найти и так далее просто пвх направляющая в которой входят такие вот угловые соединительные элементы и соответственно вы можете собрать себе любую нестандартную платформу либо мы используем чипу делаем это под заказ как право это делается несколько дней либо мы можем сделать это вот так самостоятельно на объекте и стоить это будет вообще нам две копейки ну ладно три все таки вот эти элементы достаточно дорогостоящих плюсом есть всевозможные усилителя отдельно продаются магниты и благодаря этому мы можем собрать себе например такую магнитную решетку вот этот элемент вы же не сделаете поэтому либо он должен как-то отдельно продаваться но я думаю вот это все-таки ребята делают комплексно да то есть продают такую готовую это был посмотреть у канал них стоит мне кажется в любом случае эта история должна быть несколько дешевле чем на чипушки но вот эту историю под светильники на мой взгляд очень классно держать у себя в инструменте что в любой момент можно было собрать здесь рифленые такие пазы идут то есть очень удобно сюда вклеить полотно это первое второе мне понравилось еще больше команда седьмое небо придумала как превратить обычный разделитель стандартный до в теневой очень классно то есть на обычном разделитель нас вот такая вставочка грибок идет конечно они красивые на ужасная но в простых решениях от нее никуда не уйдешь в общем что сделали они просто создали такую пвх вставку до которая устанавливается внутри она из белом цвете на белом сети меня вообще белый цвет мне не нравится и соответственно в черном цвете и после установки мы получаем офигительный теневой разделитель на мой взгляд вот эта история она даже будет лучше чем обычный теневой да допустим там flex of ский дай бог памяти евро 04 да в общем картинка бац потому что как ни крути все где на монтаже вот даже я приезжают на съемки начинаешь как-то высматривать там да где-то что-то полотнишка да если там парням бишь вот здесь вот поправь поправь потому что все равно тяжело туда запихать чтобы нормально все это спаяли на производстве чтобы нормально все это установилась процессе нигде там гарпун не перевернулся а здесь просто все это дело перекрываешь то есть и получается такой вот затемненный разделитель понятно теневой разделитель скорее всего нам это не заменит но на стандартном разделке которые будем теперь делать я думаю в эту историю больше использовать будет просто ни к чему так но пользуясь случаем то что это наши новости мы расскажем про свой продукт не объясните компания один потолок обзавелась своим продуктом это будет лента m1 light вот таким вот образом она будет выглядеть а еще появится 4 серия в крафтовой упаковке пока что особо не афишируем то что все находится у нас на тестах мы закупили себе всевозможное оборудование это нагрузки это люксометры поверенные соответственно вольтметры и в общем все что только возможно лента хорошая с хорошим клеевым слоем поверьте то есть мы как потолочники в любом случае ленту продумываю в первую очередь для себя для своих нужд до чтобы она закрывала все наши потребности самое важное чтобы параметры здесь совпадали с тем что мы имеем внутри упаковки потому что зачастую это все гон даже в нашем случае я вам честно скажу прям сам себя поругая к нам приехала ленточка здесь все нету да там на 10 ватт а как ты ставишь ее замерять написано 10 ватт на метре да ты устанавливаешь и нам допустим показывает 13 неправильный расчет ленты особенно при достаточно большом расстоянии и соответственно перегрузки блока питания или просто просадки по ленте естественно мы хотим всего этого избежать поэтому в любом случае все параметры здесь будут проверяться нами и вноситься полностью корректировки то же самое касается блоков питания да то есть ленты 3 серии будет еще четвертая самая такая прям вот вот такая с хорошими кристаллами соответственно блоки мы везем да такие вот блоки и еще будут айпишные блоки в третьей максимальной линейке основной у нас параметр для их заказа был чтобы они были честны перевозом что это значит когда ты допустим 200 200 и блок цепляешь на нагрузку при мощности там 170 ватт он просто уходит в ошибку до сначала дает просадку на ленту потом уходит в ошибку блоки которые мы сейчас тестируем которые к нам пришли если здесь заявлен 100 ватт то здесь 100 ватт 104 даже если будет точно этот блок мы проверяли 104 мы постараемся привести к тому чтобы запас на блок если мы делаем то он был какой-то там ну тип 10 процентов не не надо тогда закладывать будет 30 а когда соответственно у вас блок можно нагрузить только до 170 ватт конечно мы посчитали ленты у нас вышло написано 150 ватт прибавили 30 процентов получили 195 ватт поставили 200 блок для удобства расчетов до чтобы монтажникам было с ними удобно работать сделаем честно ну и конечно за теми подробностями м1 потолок пожалуйста обращайтесь уже все доступно к заказу и так недалеко отходя от компании м1 от производства да я расскажу про их новый профиль и вега мы у себя его назвали не вега вот оригинальный вега но я думаю слепом будет понятно да то что это полностью конечно профиль вега с какими-то маломальскими изменениями типа гвоздик не снаружи а внутри там ну и принципе все на этом слушайте но вот эта история с это правильно сказать не копированием у нас просто чтобы понимали перед тем как снимать эти новости от двух разных производителей нам прислали разные гардины типа вот у нас появились новые гардины я даже говорю мы уже не будем про них снимать потому что но они уже просто не новые уже все вы уже эти гардины замучили да сколько могли вы туда-сюда карнизы эти до встроены туда-сюда переносите там по миллиметрам и все у нас новый карниз нихрена у вас не новый мы сейчас взяли на тест но не буду скрывать мы сам один как бы друзья вот взяли на тест соответственно тестируем есть параметры которые я бы порекомендовал сюда внести и сделать действительно интересную световую линию она не будет как-то сильно наверное отличаться от той же веги там или того же flexi но она будет с какими-то своими идеями да и соответственно тем самым продукт улучшится она просто чуть-чуть легче как будто веги чуть-чуть прям вообще незначительно и скорее всего по цене просто будет чуть-чуть дешевле в общем если вам нужна доступная не вега производства м1 пожалуйста welcome ну и соответственно все-таки постараемся мы к следующей партии внести сюда какие-то свои корректировки изменения идеи туда подскажем вот есть нас услышит будет здорово новые вытяжки от компании flexi название выписал потому что хренчо запомнишь easy compact и к вент и евро 07 или компакт в принципе плюс-минус история уже была она была у них с коллаборации с редвентом нас триангулярным там таким выходом туда-сюда в общем эта история чуть бы бюджетнее хотя знаете что самое будете бюджета в этом профиле это вот эти заглушки как всегда они будут стоить как крыло от самолета но конструкция продается цельной поэтому вы не узнаете сколько они стоят по отдельности соответственно такое решение есть для ткани она теперь не особо дорогое не буду убирать потому что сейчас покажу прикол они сразу на всех работают один прикол такая же вытяжка идет под уже гарпун под обычный вот все все здорово и опять же она должна быть не сильно дорогой в закате но все это как бы уже было все это здорово есть тема которая мне реально понравилось это евро 07 это вот такой вот профиль который через консоли крепится к бетонному основанию и четко стыкуется с евро 05 в одной плоскость туда есть торцевые заглушки дальше внимание flexi выпустили себе вот такой как же он правильно патрубок до называется патрубок и самое главное к нему это вот такая ответная часть значит чем прикол под любой из этих профилей она подходит вот эту часть которая остается у нас есть два варианта либо на торцовке поставить ограничителю срезать либо там допустим пройти ступенчатым сверлом и тем самым мы создаем пристенный щелевой диффузор это очень классное решение то есть если вам надо допустим сделать выход этого патрубка где-то вот но не по центру до него так вот не по центру а где-то вот тут вы померили тоже так вам его будет ну правильно поставить все переместили соответственно здесь уже все прикрутили напилили и соответственно установили хорошее решение классная то есть евро 07 мелочь понравился и вот этот вот патрубок мне тоже очень понравился и так заключительная новость на сегодня это краб свет думаю многие же нас слышно то что компания краб system сейчас открывает свою линейку по свету принципе они презентовали год назад но тем не менее плотно в продаже она появится вот-вот сейчас уже начала появляться соответственно у вас есть возможность получить вот такой вот чемодан там надо пройти обучение заключить каком дистрибьюторский договор что-то типа такого да все здорово прикольно да и как бы свет вроде тоже ничего такой интересный да то есть со своими фишками и особенностями я вам отдельно хочу рассказать про обучение то есть мы проходили обучение не из первых качестве фокус-группы нас попросили очень дать обратную связь максимально короткие сроки вся команда у нас прошла мы с расслабим проходили последними в команде да потому что все времени не хватало и от всей команды краб system от нас получили очень хорошие отзывы обучение действительно интересно длится на примерно три часа сергей хороший оратор да то есть он очень хорошо рассказывает без слов паразитов интересно познавательно то есть независимо то вы будете работать этим светом или нет обучение я рекомендую пройти всем вообще любое обучение рекомендую проходить но конкретно это мне прям вот зашло мне прям понравилось принципе на сегодня на этом все всем спасибо пока